Радиозвезда С неизъяснимою красой он видит Ольгу перед собой. Владимир книгу закрывает, берет перо, его стихи. Полны любовной чепухи, звучат и льются. Их читает он вслух, в лирическом жару, как Дельвик пьяный на перу. Стихи на случай сохранились, я их имею. Вот они. Куда, куда вы удалились весны моей золотые дни? Что день грядущий мне готовит? Его мой взор напрасно ловит, в глубокой мгле таится он. Нет нужды, прав судьбы закон. Поду ли я, стрелой пронзенный, или мимо пролетит она? Все благо, бдение и сна приходит час определенный. Благословен и день забот, благословен и тьмы приход. Блеснет за утро луч деньницы, и заиграет яркий день. А я, быть может, я, гробницы, сойду в таинственную сень. И память юного поэта поглотит медленное лето, забудет мир меня. Но ты, придешь ли, дева красоты, слезу пролить над ранней урной и думать? Он меня любил, он мне единый посвятил рассвет печальной жизни бурной. Сердечный друг, желанный друг, приди, приди, я твой супруг. Так он писал темно и вяло, что романтизмом мы зовем, Хотя романтизма тут немало не вижу я, да что нам в том? И, наконец, перед зарею, склоняясь усталой головою, На модном слове «идеал» тихонько Ленский задремал. Но только сонным обаянием он позабылся, Уж сосед в безмолвный входит кабинет И будет Ленского воззванием. Пора вставать. Седьмой уж час. Онегин верно ждет уж нас. Но ошибался он. Евгений спал в это время мертвым сном. Уже редеют ночи тени, И встречен веспер петухом. Онегин спит себе глубоко. Уж солнце катится высоко, И перелетная метель блестит и вьется, Но постель еще Евгений не покинул. Еще над ним летает сон. Вот, наконец, проснулся он, И пол из ависа раздвинул. Глядит и видит, что пора Давно уж ехать со двора. Он поскорей звонит, Вбегает к нему слуга, Француз Гильо, Халат и туфли предлагает, И подает ему белье. Спешит Онегин одеваться, Слуге велит приготовляться, С ним вместе ехать, И с собой взять также ящик боевой. Готовы санки беговые. Он сел, на мельницу летит. Примчались. Он слуге велит, Лепажа стволы роковые нести за ним, А лошадям отъехать в поле, К двум дубкам. Опершись на плотину, Ленский давно нетерпеливо ждал. Меж тем механик деревенский, Зарецкий, Жорнов осуждал. Идет Онегин с извинением. «Но где же?» Молвил с изумлением Зарецкий. «Где ваш секундант?» В дуэлях классик и педант Любил методу он из чувства. И человека растянуть он позволял Не как-нибудь, Но в строгих правилах искусства, По всем преданиям старины, Что похвалить мы в нем должны. «Мой секундант?» Сказал Евгений. «Вот он, мой друг, Месье Гилье. Я не предвижу возражений На представление мое. Хоть человек он неизвестный, Но уж, конечно, малый, честный». Зарецкий губу закусил. Онегин Ленского спросил. «Что ж, начинать?» «Начнем, пожалуй», Сказал Владимир. «И пошли за мельницу. Пока вдали Зарецкий наш и честный малый Вступили в важный договор. Враги стоят, Потупя взор. Враги. Давно ли друг от друга Их жажда крови отвела? Давно ли они часы досуга, Трапезу мысли и дела Делили дружно, Ныне злобно, Врагам наследственным подобно, Как в страшном непонятном сне, Они друг другу в тишине Готовят гибель хладнокровно? Не засмеяться ль им, Пока не обогрелась их рука, Не разойтиться ль полюбовно? Но дико светская вражда Боится ложного стыда. Вот пистолеты уж блеснули, Гремит ошом пол молоток, В граненный ствол уходят пули, И щелкнул в первый раз курок, Вот порох струйкой сероватой На полку сыплется, Зубчатый, Надежно ввинченный кремень Взведен еще, За ближний пень Становится гилье смущенный. Плащи бросают два врага, Зарецкий тридцать два шага Отмерил с точностью отменной, Друзей развел покрайний след, И каждый взял свой пистолет. Теперь сходитесь, Хладнокровно, еще не целя, Два врага, Походкой твердой, Тихо, ровно, Четыре перешли шага, Четыре смертные ступени. Свой пистолет тогда Евгений, Не приставая наступать, Стал первым тихо подымать. Вот пять шагов еще ступили, И Ленский, жмуря левый глаз, Стал так же целить, Но как раз... Онегин выстрелил, Пробили часы урочные. Поэт роняет молча пистолет, На грудь кладет тихонько руку, И падает. Туманный взор Изображает смерть, Не муку. Так медленно по скату гор, На солнце искрами блистая, Спадает глыба снеговая. Мгновенным холодом облит, Онегин к юноше спешит, Глядит, зовет его. Напрасно, его уж нет. Молодой певец Нашел безвременный конец. Дохнула буря, Цвет прекрасный, Увял на утренней заре, Потух огонь на алтаре. Недвижим он лежал, И странен. Был томный мир его чела, Под грудь он был на вылет ранен, Дымясь из раны кровь текла. Тому назад одно мгновение, Всем сердце билось вдохновение. Вражда, надежда и любовь Играла жизнь, кипела кровь. Теперь, как в доме опустелом, Все в нем и тихо, и темно, Замолкло навсегда оно. Закрыты ставни, Окна мелом забелены, Хозяйки нет. А где Бог весть, Пропал и след. Мы читали главы из романа Александра Сергеевича Пушкина Евгений Онегин.